Эта сумка Фенди, которую подарил ей муж? У неё потрясающий дом, мне нужно обновить гостиную. Посмотри, какая она худая. Такая роскошная свадьба. Мусульманы каждый день грузят информации, начиная со стороны друзей до интернет-магазинов и рекламы, даже не говоря о блогерах и медийных личностях. В то время как большинство из нас предпочитают тратить время, находясь в сети, как весёлое времяпровождение, думаю, это то самое время, когда нужно пересмотреть взгляд на это. Кажется, будто мы видим бесконечный поток контента, исследования показывают, что это имеет негативное влияние на женщин по всему миру. Мы беспрерывно получаем бесполезную информацию, которая никак не касается нас. И самое ужасное, этот контент заставляет нас быть завистливыми к друг другу и чувствовать себя неуверенным. Действительно ли нам необходимо знать, как выглядит её дом, муж и дети? Мы даже не знаем этих людей в реальной жизни. Добавляет ли это больше смысла в нашу жизнь? Или интересуясь жизнью других людей, мы подбитываем наше внутреннее любопытство? Нам нужно избегать этого качества настолько, насколько это возможно. Пророк миром и благословения Аллаха сказал, «Признаком хорошего исповедания ислама является отказ человека от того, что его не касается». Мало того, что это не приносит пользы для нас, так ещё и заставляет чувствовать зависть и неуверенность, будь это их материальное благополучие, физическая красота или даже их отношения. Подобное воздействие не позволяет чувствовать удовлетворение жизнью. Исследование показывает, что у молодых женщин быстро формируется негативное восприятие своего тела. А у женщин постарше продолжает создаваться чувство неполноценности, сравнивая свою жизнь с инстажизнью и карьерой других. Это неудивительно, что психологи советуют отписаться от тех, кто заставляет нас чувствовать себя таким образом. Многие из нас забывают, что большинство тех, за кем мы следим в сети, выставляют только отфильтрованные версии своей жизни. Это не является настоящим представлением реальности. Большинство выкладывают только самые эффектные и лучшие моменты своей жизни и скрывают детали, о которых не хотят рассказывать. Сколько знаменитых пар оказались в разводе после того, как их отношения стали для нас примером для подражания. Сколько популярных блогеров были пойманы на том, что вели фальшивую жизнь в то время, когда были для нас источником вдохновения. Нам нельзя забывать быть постоянно довольными тем, что предписал для нас Аллах, и оставить попытки интересоваться жизнью других. Аллах говорит в Коране Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими. Если мы действительно хотим заглянуть в чью-то жизнь для сравнения, пусть это будут люди, кому повезло меньше, будь то бедные или нуждающиеся. Возможно, это научит нас быть более благодарными и не обесценивать уже имеющееся у нас благо. Или пусть это будут люди, которые возвышают нашу духовность. Пусть это будут люди, не эгоцентричные и не зацикленные на себе. Лучше спросите у себя, как этот человек заставляет меня чувствовать себя? Принесёт ли этот человек пользу для моей богобоязненности? Если вам они не помогают, то сделайте себе одолжение. Отпишитесь от них. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok